Я снова здесь и снова давно в War Soul Storm, игра которой я уделяю много времени. Давно я не обозревал никакие игры, поэтому я взял случайную игру из Дискорда, которую мы с вами сегодня посмотрим. Я взял игру FFA, потому что считаю, что хорошая крепкая FFA будет куда интереснее и зрелищнее, чем аналогичная любая другая игра. 2х2 или 3х3. Давайте с вами сегодня ее и глянем. Это FFA на лесах Осири, очень популярная карта. Ники игроков на ваших экранах и единственный, кого я знаю, это Агент 000. Темный Эльдар находится на центральной позиции, у него в распоряжении будет 5 точек. Эти точки вроде бы спорные, но очень редко кто-то пытается их забрать, поэтому они принадлежат Дарку. Дарк на FFA не имеет будущего. Дарк заканчивается на Т3, на раннем Т3. Если он не получил подавляющего преимущества над врагами до Т3, раннее Т3 не поставил себе колоссальную экономику, которая просто раздавит все остальные фракции за счет того, что будут несконечные ресурсы, только в этом случае у Дарка ждет успех. Во всех остальных случаях Дарк не имеет будущего. Он обречен умереть. Но у него 5 точек, уже что-то какая-то надежда. Дальше Некрон гигачат, Некроны хорошо, Некроны всегда будут хорошо в любом режиме. И вынужден драться сейчас он с Собкой. С Собочкой. Собка идет, построила казарму, в казарме ничего не производится, строится зачем-то священная эти покойка, оружейка. В общем, Соб, 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 Печаль. Печаль, вы видите сами. Дальше ИГшник об чехвах. На худшей позиции, я считаю, ИГшник. Т2 идет. И Агент 0.0.0. Джей Ти, он уже идет в Т2. Он находится на лучшей позиции. ИГшник на лучшей позиции. Течится, у него все будет хорошо. И идет он на спорную точку вниз по карте. А, он ждал 2 Серафимки. Ждал этот Соб, он ждал 2 Серафимки. Но надо строить одновременно. Ну, или сейчас дыльнуть ее. Не крысобы. И он сейчас врезается между Некроном и Собом. И под шумок забирает эту точку. Под шумок. Если на спае и раннем стиме худшая позиция была верхняя. Потому что игрок с левого места всегда перся наверх. И получалось, что верхняя позиция дралась с одним. А с правого фланга с другим игроком. То есть сейчас на позднем стиме все прутся именно вниз. Потому что вот эта точка 100% халявная ваша. Вы ее заберете и никто не сможет вам помешать. Потому что парни будут заняты боем друг с другом. Парни остаются на двух точках и будут сражаться за третью. У них нет времени биться с вами. То есть если сейчас где-то вы будете начать мешать этому гвардейцу. То вот этот-то парень 100% пойдет на тебя. И эту ты потеряешь и останешься на двух точках сидеть. Да, да, щекотливый. Да, обалденно. Все правильно. Тебя разваливают. Пришли. Все. У тебя забрали точку и ты сидишь сейчас на двух. Некрон забрал одну. А гвардец взял вторую. И ты не сможешь этому помешать. Но только если Некрон сюда встрянет. Да, гигачат, я согласен. Я согласен, пишет гигачат. Но, наверное, он не понимает в чем дело. Да, увидел турель. И худшая позиция в настоящих реалиях находится именно внизу вот эта. За эту точку ты должен биться. А эту тебя заберут. Да. И он прямо пишет. Агент прямо пишет. Я за точкой. Деритесь. Я пришел, я забрал точку. И мне на вас плевать. Бейтесь. Вы дальше продолжайте. Он прямым текстом это говорит. Вы не сможете помешать. Баляюсь за всех. Все хорошо. Молодцы. Все. Ну что? Некрон. Некрон пришел, убьет. Некрон убьет. Вот четыре точки. Просто халявная лучшая позиция. Четыре точки. В стороне сам. И здесь забрал. Дизельно только Дарк на пяти точках сидит. А Дарк уже в Т2 и арену построил. Я за ГВС 2К. С 2К. За ГВС 2К. Обчихов. Как я люблю эту позицию. Да. Да, да, да. Это худшая позиция в этой игре. В нынешних реалиях. Потому что идут на нее. Идут на нее Некрон. И Гвардец встретились. Теперь они встречаются между собой. Дарк. В Т2 вышел. Строишь мастерскую. На пяти точках сидишь. Но эти точки не грейджены. Экономику надо оставить. Что Верхний Гвардец? Т2 Турель. Точки грейдиш. Грейдиш. Что внизу? Комиссары. Комиссары. Ну да, Некрон в принципе. Логично. Убил одного. Можно идти воевать с другим. Сломали. Да, скоробечки нужны сразу, чтобы декапить. Чтобы декапить. Химера. Химера. Наверное, арта нужна. Уже не Химера. Зачем Химеры? К чему она, эта Химера? Артиллерия. Поставить сюда арту. Пусть стреляет. Сюда посадить своих солдат. Пусть они тоже стреляют. И артиллерия будет стрелять по НВшкам. Тем более, армия здесь простая. Видно, что Некрон в армию не вкладывается. Арта. Нужна арта. Точку забрали, жалко. Талос. Талосы. Талосы. Массу талосов. Смотрите-ка, что делает этот Дарк. Спам талосов плюс коржи. Очень интересно. Давайте-ка посмотрим, что из этого может получиться. Или парень просто делает какую-то ерунду. Решил поделать очень сильные, в кавычках, роботы-талосы. Или просто парень действительно понимает, что нужно делать. Ну, глянем. Глянем, глянем. Может быть, он готовится монолит сломать Некрону? Артиллерия, если бы стояла бы сейчас, она бы этих НВшек разбивала бы. Но тут две Химерки. Теряешь штаб. Некрон гигачат снизу работает. Забирает позицию. Просто плюс 60 только меня смущает. Надо экономику поднимать до плюс 80. Сторону с колен поднимать до плюс 80. Нагадил гвардейцу? Нагадил. Что делает Апчихвах? А ничего не делает. Т2 хотя бы. Т3 идешь? Нет, не идет. Не идет. Вот смотрите-ка. Два Талоса поехали на гвардейца. Тяж сломали. Турель ломает. И снова Химерки. Снова Химерочки. Смотрите, как по Талосу они стреляют. Вроде бы стреляют. Смотрите-ка. По сотенке, по сотенке. Выбивают. По чуть-чуть. Потихонечку. Сенты нужны уже. Уже нужны сенты. Жирные Талосы. 3800. А еще два Грейда если сделаешь. Так вообще будет 4,5. Плюс скоржи антитех. Интересно. Смотрите-ка. Талосы будут все вязать. Все убивать. А скоржи антитех будут расстреливать. Убивать технику. Да. И мы продолжаем делать Химер. Правильно. 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 Ну что, агент с Гигачадом здесь воюет. А здесь Дарк с Гвардейцем. Общихвах против СВС. СНЕС. Пару у нас образовались. Одногрыжная точка. Надо экономику поднимать. Надо начинать экономику поднимать. Еще скоржи. Новый Талос. Нужно строить концлагеря. И на краю обрыва строить не надо. Потому что расстреляют. Надо где-то все-таки базу вот сюда переносить. Где она будет в относительной безопасности. И не на краю обрыва. Никто до нее достреливать не будет здесь. Ну что. Под ноль. Подчистую. Под ноль. Подчистую. Да. Просто пришел. Увидел. Победил. Пришел. Увидел. В концлагере забрал. Все. Молодец. Все. Ну все. Внизу. А внизу. Битва. Бойня. Битва. ЕГЭ Некрон. ЕГЭ Некрон. У Некрона проблемы с экономикой. Всего лишь плюс 60. И все. Так что Некрон в долгосрочной перспективе он проигрывает. А у ЕГЭшника пошла закачка. У ЕГЭшника пошла закачка. И Химеры едут. И Плазма уже выдана. И Духи бесполезные. Т1-ошные. Сейчас просто накопить. Специализацию раздать. И начать Некрона убирать на Т1. Который даже еще на Т2 не выходит. Он восстанавливается на Т1. Плюс 60. Слишком мало. Слишком мало. На Ринфорс не хватит. Банально. А Плазма размажет. Но одна пачка тоже мало, кстати. Нет. Он мастит Хедних Химер. Да. Главка падает. Главка падает. Вот смотрите-ка. Новая мета вам за Дарка. Получаете Талосы и Скоржи. Дорогущие неуклюжие Талосы. Плюс Скоржи. Новая мета. Три игрока осталось у нас на карте. Что он дает, гвардейцы? А, только урон. Угу, угу. Химерки. Талосы едут к следующему гвардейцу. Да я ж пошутил. Я же пошутил. Шесть Химер. Две пачки Скоржей. Три Талоса. Химеры сейчас просто быстро падут. Эта точка Некрона задержит пару секунд. И хватит время, чтобы сожрать главку. Распилить главку имперской гвардии. Так, одного съели. Ну, они побиты. Нет, Сент пошел. Нет, отбились. Да, прячет вовремя Сента. Гвардейец отбивается. Все. Ага, хорошо. Специализация пошла. Точки снова не грейдят. Что же за беда-то такая игроки? Ребята, грейдите точки. Экономику ставьте себе. Вышли вы в Т2. Ставьте экономику себе. Немедленно. О, арта долгожданная. Наконец-то против толпы. Теперь-то точно арта нужна. Вторая пачка. ЕГЭшников нужна. Т1, Некрон. Дарк. Талосы. Продолжает делать Талосов. Что насчет Т3? Точки не застраиваются. Гвардейцу не сладко сейчас придется. Да, сам себе пишет в апсах. И Некрон на него идет. Некрон. Некрон. Плюс 70 построил генератор. Т2 идет. Еще генец построим. Плюс 80. Это минимум для комфортной игры. Плюс 60 комфортно для выхода в Т2. Плюс 80 для пополнения ваших войск. Вот она толпа Некронская. Как я и рассказывал. Вообще ничего. Ума не надо абсолютно никакого. На спаме Ланвэшек прогрейдил. И А клик на базу. Солярка и все. Ну максимально просто. Грейды не нужны. А гвардейцу? Сделай 5 грейдов здесь. Сделай гвардейцев. Добавь к ним приста. Добавь сержанта. Разреинфорс. Добавь оружие. А Некрону? Просто нажми правую кнопку. Понимаете? Просто нажми на правую кнопку. Обалденно. Супер фракция просто. Классная. Итак, Дарк. Дарк. Что Дарк? Некрон. Дарк. Некрон. Чем дело кончится? Грейды пошли. Котелок. Точки. Неужто точки грейдит? Да. Прогрейдил. Прогрейдил точки. Ну здесь забывает. Некрон плюс 70. Плюс 80. Так и не строит. Ой, мой умничка. Лучше поздно, чем никогда. 80-й генератор. Лучше поздно, чем никогда. Армия-то неплохая. Толпа-то большая. У тебя намашина. Иди. Иди убивай. Минус ген. Чинить? Ни к чему чинить. Нет. Чинит, чинит. Иди убивай. Тем более узкие проходики. Как здесь приятно ходить по узким проходикам. Очень приятно двигаться по узким проходам. Очень классно. Сюда пройти. Сюда пройти. Иди, Некрон. Это твоя карта. Это твоя карта. Проходи. А, поздняк. Поздно, поздно. Потерял. Потерял. Духи свежи выбросить сюда. Пройти. Мортальчики сломать. И здесь все и заканчивать. Скромный, нерешительный Некрон. Скромный. Дарк. Скоржи. Ведьмы. Твари. Архон. Ну, это последний шанс, как говорится. Единственный и последний шанс для Дарка выиграть. Это вот убить на раннем Т3. На Т3. Твари, ведьмы и Скоржи. Если это не прокатит. Сейчас возьмет и сожрет монолит. Прикиньте. Минус ген. Правильно. Проехаться по генераторам в начале. Ну, да. Да. Архон. Скоржи. Твари, ведьмы. Все это НВшек сожрет только на раз-два. Только на обед пойдет. У-у-у-у. Бабах. Еще раз скидочка какая. Ну, и все. Сразу же отъехал, правда. Но твари и ведьмы, они сожрут здесь тех НВшек. И они всех и сожрали. Быстрый просто. Дарк победил ФФА на Лесах Ассерии. И монолит следующий на очереди. Или вы хотите системы сожрать? Монолит на очереди. Ты сожрешь очень быстро. Плюс у тебя хватит на коррозию набросить. У тебя хватит, чтобы просто этот монолит испарился. А дважды два эти пять тысяч жалкие. Но, видимо, бьется еще, бьется. А, кстати, где Архон? Сдох Архон! Не может быть. Ничего себе, как сконтрили его. Свежеватели, тварюшки. Свежеватели могут напугать, кстати, тварей. Еще один прилетел. Еще раз. Что-то как-то не получается. Ну вот минус. Сколько ресов у Дарка? С коржи все сливается, все отдается. Пачка тварь успевает еще что-то, какие-то генераторы здесь забрать. Некру жизнь отравить. Плюс 40 посадил его. Урон-то огромный по НВшке. А, испугались, испугались, испугались. Да, убегает, восполнил боевой дух и убегают. Да, гены восстанавливают. А стараются. Ну что, ты отбился? Иди, 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 иди. Дестров бы добавить бы. Дестров добавить. Новый Архон. Гигачат. Ну, пачка, две пачки тварей. Вот смотрите, против Некрона это уже, это уже все. И пачка одеров была бы. Некры бы испугались бы, а не твари бы. Раваджер, ух ты, Т4, Дарк. Т4, Дарк. Т4. Классная обилка есть. Граната Хоррор Фрекс-то здесь использована. Вот они, НВшки, и усами убегают куда хотят. Ну, микрить надо. Микрить надо Раваджерами. Ты что уж, микрить. У тебя обилка есть. Брось сюда Соул Шторм, сюда накинь. Прямо на этот узкий проход. Что-то как-то делай, Дарк. У тебя ж души-то накоплены. Еще Раваджер. Твари, делай новых ведьм. Делай, у тебя ресов куча. Делай, 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 делай. Что-то делай. Что-то делай. Дискоржи по Монолиту работают. По Монолиту. Вот это камбэк, смотрите. Сожрет. Минус мод. Победа. Ни хрена себе. В одночасье. Игра-то заканчивалась не в пользу Дарка. Но смотрите, как неожиданно все закончилось. Просто игнорируя, побежал вперед и убил Монолит. Вот она суть Темного Эльдара. Это рейды. Это забеги. Быстрые забеги. Побежал, видишь опасность. Беги обратно с другой стороны домой. Неожиданно. Вот это да. Вот это неожиданно. Обалденно. Правда? Не, приятно, приятно. Сочно. Ну, повезло, повезло. Как я и говорю, это раз не про скилл, это про везение. Не про МБО, а как повезло. Классно, классно. Нормально. СНЕС, СВЭС, молочина. Все, братцы. Оставляйте комменты, оставляйте лайки. Оставайтесь со мной.